здравствуйте дорогие друзья сегодня мы консервируем помидоры в прошлый раз я специально для вас показывал как я закрываю помидоры закрывала раньше а теперь я вам покажу как я закрываю консервирую помидоры сейчас с помощью автоклава намываем готовим баночки готовим помидорки большие помидорки я откладываю беру только маленькие в баночку а дальше в баночку каждый ложит вот кто что привык то что вкусовые качества которые ваши любимые рецепты в данном случае я ложу листья смородины черной листочки вишни все мы хорошо укладываем в баночку затем в баночку добавляю хрен нарезаю его колечками и в каждую баночку и чесночок тоже в каждую баночку укладываем наши помидорки в баночку предварительно проткнуть их зубочисткой помидоры не так сильно лопаются помидоры мы упаковали в баночки и я ложу в каждую кладу простите кладу исправляюсь спасибо им подписчикам кладу в каждую баночку две столовые ложки соли одну столовую ложку сахара и одну столовую ложку уксуса но у меня уксус 25 процентная эссенция сейчас будут спрашивать какие у вас банки по размеру литраж я вам скажу у меня не раз на разные одна около два с половиной литра три что-то около двух литров двухлитровые баночки роли не играет честно вкус практически одинаково получится набираем наши баночки воду холодную воду так и сразу распределяем чтобы наш соль и сахар растворились банку мы не наполняем полностью воды мы оставляем пальца на два сверху видите потому что при нагревании вода будет подниматься и переходим к нашему автоклаву я не рекламирую ни в коем случае автоклав я вам рассказываю и показываю как можно просто облегчить труд женщины на кухне когда мы купили этот автоклав я тоже увидела вот так вот по интернету кинулась искать где можно купить у нас в германии купили через чехословакию здесь у нас очень дорогие я не могла с долго разобраться и так что нам пришел вот такой вот автоклав без инструкции как с ним пользоваться мы не в интернете не в инструкции толком ничего не могли разобраться очень жалею что прошлом году не сделала видеоролик потому что честно говоря вспоминать как мы закрывали в прошлом году тяжеловато скажу сразу помидоры и салаты которые стерилизуются в банках на плите смысле не сливать а вот поставить и надо чтобы прокипел когда в воду вы ставите надо чтобы в воде прокипела банка до закрывать отлично супер хорошо банки мы устанавливаем все в автоклав и заливаем водой вот сколько воды правильно налить и я вам даже и не скажу потому что нигде в инструкции не нашла где-то было написано в одних автоклавах надо налить чтобы банка накрылась на две части вторых автоклавах написано что банка должна полностью погрузиться у меня стоит банки в два яруса там поэтому я налила воды чтобы второй ярус половина банки была закрыта вот приблизительно вот так дальше мы закрываем крышкой аккуратно надо проверить чтобы там была резиночка и чтобы резиночка лежала правильно часто на перекручивается тогда давление не дает аппарат вот надо установить так чтобы вот ничего не мешало закрутить как удобно чтобы было эта инструкция больше для меня чем для вас просто может кто-то захочет приобрести будет но это реально удобно консервацию делать это супер хорошо вот я установила и закручиваю крышку плотно дальше в крышечке у нас есть маленькое отверстие для градусов туда наливаем вам совсем чуть-чуть растительного масла я наливаю чайной ложечкой так более удобно рядышком не забудьте все протереть почему потому что если вы разлили масло то при нагревании будет масло гореть туда вставляем индикатор термометра и переходим к нашему таймеру я включаю вот термометр подключен к таймеру я вы сейчас аккуратненько с проводами разбираться надо и выставляю температуру и температуру я выставила 80 градусов 5 минут честно говоря с прошлым годом забыла помидоры получились отлично просто отлично огурцы были мягковатые ну это если кто-то знает как правильно напишите буду очень-очень рада сразу скажу что когда достала помидоры по результату да то многие были треснутые поэтому на следующий год уберу температуру попробую на 75 вот теперь это все будет нагреваться когда дойдет до температуры заданной температуре 80 градусов пойдет отсчет времени пять минуток и все и аппарат сам отключится через полтора часа у нас 77 градусов скоро у нас он отключится давление показывает полторы атмосферы как только дойдет до 8 10 он отключится и я его оставлю стоять всю ночь ну лично охлаждаться горячими открывать ни в коем случае нельзя перепад давления может взрываться банк наша машина полностью остыла это уже на следующий день я аккуратненько откручиваю она еще сейчас немножечко так воздух выйдет лишний потому что он все под давлением аккуратненько поднимайте крышечку не забывайте что у нас там мы наливали масло поэтому не разлейте масло на пол не забудьте про резиночку на место поставить и смотрим что же у нас середине получилось достаем наши баночки аккуратно вот какие-то помидорки выделить надо чтобы не капало весь процесс все эти баночки настояли за один раз при том баночки могут быть разнообразные лишь бы подходила содержимое я имею ввиду лишь бы подходило время а я с вами не прощаюсь до следующего видео ролика